Я хочу донести одну важную, ценную вещь, что пока человек не встает на путь благости, то есть он не побеждает, не изживает в своем сердце с помощью знаний, это изживается. Вот эту идею, что я центр, и меня надо наслаждать. Центр означает, у меня тяжелая жизнь семейная, у меня плохая карма семейная, мне не додают, меня не понимают, меня не любят, мне достался плохой человек. Это все страсть. Мне достался тот человек, который положено мне иметь. Он скажет, а если нет? Ну если нет, то тогда уйдет. Какие проблемы? Если придет время и нет, значит будет нет. Это не наше дело опять. Мне достался тот человек, которым положено мне жить. Вот это очень горькое знание, но его надо принять. Это означает благость. Видите, почему не можем принять? Потому что мы хотим наслаждаться, а не служить. Вот достался тот, которому можно служить. Вот если бы человек меня наслаждал в жизни, ему можно служить или нет? Как ему служить, если он меня служит, он меня наслаждает? Мы же всего чего хотим все. Смотрите, страсть. 99% на Земле рождены в страсти людей. Земля находится в сфере, в энергии счастья, страсти. Земля, планета Земля находится в сфере энергии страсти во Вселенной. Поэтому большинство людей рождаются в страсти. Означает, что мы изначально хотим так жить, чтобы человек, который рядом со мной был, делал меня счастливым. По факту означает, был лучше, чем моя судьба. Но тогда как ему служить-то? Если он меня делает счастливым, значит, он мне служит. Кто, кого делает счастливым, тот тому и служит. Как тогда мы можем свою земную карму воплотить в жизнь, если мы рождены для того, чтобы победить в себе вот эту страсть и желание наслаждаться, то как судьба нас обманет, как судьба тогда нас обманет и даст нам человека, который будет меня наслаждать? Сейчас объясню, как она может обмануть. Если мы берем свою судьбу, то есть Бог дал человека, берем ему пинка под зад и говорим, шел вон скотина, тогда Бог дает того человека, который будет меня наслаждать. Следующий этап. Или вообще никого не дает. Если Бог любит, он говорит, ну хорошо, раз пошел вон, вообще никого не получишь. Бог любит, значит. Ты пока не раскаешься, никого больше не получишь в жизни. Второй вариант. Бог наказал. Дает тебе человека, который будет тебя наслаждать. Ясно, что не всю жизнь. На всю жизнь наказать невозможно на какое-то время. То есть он тебя наслаждает, ты без ума от него, от счастья. Потом что он с тобой делает? Мучает тебя, мучает. Или бросает, или издевается над тобой и так далее. Он становится, тот, кто наслаждает, тот становится господином, понимаете, постепенно в жизни. Он становится гордым в конце концов. Я об этом говорил с самого начала. Так люди в страсти живут. И так, видите, как интересно все в этом мире устроено, что надо принять просто свою судьбу, а просто принять невозможно. Для этого надо поменять платформу жизни, то есть надо перестроить разум свой. А перестроить его можно только с помощью примера другой жизни. Надо общаться с теми людьми, которые живут по-другому. И тогда с помощью этого общения меняется судьба человека. Человек начинает по-другому воспринимать мир. С позиции тех, кто правильно живут, воспринимает мир такой человек. Разум от одного человека перетекает к другому. Вот вы меня внимательно слушаете, я от вас учусь слушать. От вас перетекает разум ко мне. Сейчас, по факту. Разум означает смирение, слушание внимательно. Это деятельность разума. Вот, допустим, женщине хочется думать постоянно о своем ребенке. Она потому что от этого испытывает наслаждение. Но она должна думать больше о муже, заботиться о нем. Тогда ребенок получает автоматически благо. Женщина, когда думает только о ребенке, в результате мужчина обычно уходит от нее. Он теряет любовь, понимаете? То есть ему нужна любовь к жены. Но ребенок получает любовь к матери само собой. О нем не надо думать. Он получает просто потому, что он находится рядом. Почему же женщина думает о своем ребенке больше, чем о муже? Потому что ей так больше нравится. Она этим наслаждается. Видите, часто наслаждение в нашей жизни встает против правильного хода событий. И наслаждение также крадет разум у человека. Допустим, женщине бы хорошо подальше от мужчин держаться. И таким образом она становится в своей жизни сильной, разумной, выходит замуж нормальной и так далее. Но почему-то женщины так не ведут себя. Это означает, что желание наслаждаться мужским телом крадет разум у женщины. Так же, как крадет разум мужчины, желая наслаждаться женщиной, мужчина часто теряет семью, детей и идет не знаю куда в своей жизни. Это означает, что наслаждение стоит против истины в нашей жизни. Часто бывает наслаждение и истина не один и тот же путь. Я хочу быть счастлива, но мы не знаем, что счастье это просто награда, награда, которую даже ждать не надо, веды говорят, которую даже ждать не надо. Вот смотрите, если человек сдает экзамены свои в институте, но он ждет пятерку, то преподавателям не нравится такой человек. Допустим, он сдает экзамены, но он ждет пятерку, смотрит на преподаватели. Вот вы, по-моему, преподаватель, допустим, да? Я сдаю экзамен, смотрю, как я лекцию читаю, хорошо или нет? Видите, вы же думаете, Олег Геннадьевич испортил всю лекцию. То есть я жду ответа. Ну как я читаю лекцию, хорошо или плохо? Все, видите, уже не те отношения. Так, чувствуете, нет? Уже не те отношения. Она согласилась с этим. Это означает, что даже награды ждать нельзя даже. И человек ее не имеет ждать даже права. Он должен просто исполнять свой долг. И тогда, если высшие силы удовлетворены человеком, а мы только для них живем, тогда через сердца людей они награду дают. Допустим, жена просто выполняет свой долг перед мужем. И через сердце мужа в какой-то момент приходит награда. Он думает, Господи, какая ты у меня святая. И он это честно говорит, от сердца, от всего. Поднимите руку, кому так муж уже сказал. Вы почувствовали награду в своей жизни? Неужели только одна в зале? Еще кто-то есть? А вы это сделали просто спонтанно? Или вы слушали лекции, изучали, как жить? Слушали лекции сначала, а потом так сделали? Видите, Веда объясняет, что человек должен сначала изучать, как правильно жить. Потому что, как мы думаем, что естественный ход событий, то есть естественный ход жизни, не является правильным у человека. Мы идем не туда, естественно живя. Человек всегда должен жить так, как положено жить, а не так, как естественно ему хочется. Допустим, мы сейчас рассуждали с одним моим близким другом. Он написал очень хорошую книгу про жизнь и все прочее, в том числе про вегетарианство. И он говорит, я проводил опрос, интересно, как люди реагируют. Я говорю, человек говорит, а я, говорит, осознанно ем мясо. Он говорит, осознанно? Ну, давайте рассуждать. Он садится с этим человеком рядом, говорит, вот я бросил есть мясо несколько лет назад. Почему? Я читал такие-то книги и там вот то-то, то-то. Ну, вот я так вот бросил, изучал это все и потом бросил есть мясо. А вы, говорит, какие книги изучали, чтобы есть мясо? Я тут не смог ни с одного слова сказать. Он никакие книги не изучал, чтобы есть мясо, потому что он ел его с самого рождения. Просто ел, он не знал, что надо есть, не надо, он просто ел и все. Он говорит, какие книги вы изучали, чтобы есть мясо? Никакие не изучал. Хорошо. То есть вы считаете, что вы осознанно как бы, ну, хорошо, а что вам дает вот употребление мяса? Я вот изучал и понял, что дает мне неупотребление мяса, что в моей жизни я получаю вот это, вот это, вот это. А что вам дает употребление мяса в вашей жизни, в этой и в следующей? Вы изучали это? Нет. Тогда в чем заключается осознанность того, что вы едите мясо? Ведь естественный ход жизни, он не всегда приводит к победе, чаще всего наоборот. Поэтому человек не должен идти естественным ходом жизни. Женщине, вполне естественно, женщине наслаждаться семейной жизнью. Она хочет что в семье? Она хочет, чтобы ее любили. Это естественно. И так она гробит свою жизнь семейную. Почему? Потому что как раз это желание, чтобы меня любили, является пусковым механизмом для того, чтобы уничтожить все отношения. Чем сильнее это желание, тем хуже жизнь женщины в семье. Мужчина, если хочет наслаждаться женщиной, то он разрушает всю свою жизнь таким образом. Что он должен делать? Он давать ей должен заботу, защиту. А она ему естественным образом сама, потому что она живет рядом с ним, приносит наслаждение. Когда это приходит время? Женщинам вот очень хорошо понять, что они могут приносить наслаждение не каждый день мужу, а когда приходит время. Так, женщина или нет? Что в основном женщина не может ему давать счастье, потому что вот она не чувствует, что она может. У нее нет сил просто. А приходит время, и она может это делать само собой. Таким образом, люди страдают от того, что они живут естественным ходом жизни, то есть они естественным образом живут, не задумываясь о том, как надо жить правильно. Это означает, что уже страдание. Уже страдание. Вот так в этом мире все хитро устроено, что человек, как все, если живет, то он получает страдание в своей жизни. Но не сразу, через какое-то время, потому что веды описывают, как это происходит. Естественный ход жизни рождает сначала счастье, мне хорошо с тобой, а потом тю-тю, прощай со всех вокзалов, поездах. Понимаете? Потом вот так вот жил, то есть, наверное, встретились с тобой. Вот, встретились просто так, погуляли, повеселились, потом, опа, узнала, с кем живу. Страдание, да? Теперь второй вариант. Я сначала узнал, с кем буду жить, то есть изучаю, не сближаюсь с человеком, а изучаю его, пытаюсь понять. Это страдание, потому что хочется же наслаждаться в это время, я его люблю, а надо изучать в это время. А нельзя общаться близко, страдание сначала. Потом, когда изучил, уже принял решение, может, даже не с этим человеком принял решение жить, а с каким-то другим. Такое тоже бывает. Потом счастье. Сначала яд, потом нектар. В правильной жизни, в правильный ход событий. Сначала яд, потом нектар. Неправильный ход событий. Сначала нектар, то есть человек не рассуждает, он просто наслаждается жизнью. Потом яд. Так везде, во всем жизни так происходит. Каждый человек должен стать благостным. Бывает карма тяжелая, семейная, бывает средняя тяжесть, бывает легкая. Но если человек идет правильным путем, то тяжелая семейная карма становится постепенно легкой. Потому что карма, это означает всего лишь сумки. Их можно по-разному нести, а несет сумки разум. Разум – это такая сила, которая соткана из знания о том, как жить. Есть благостное знание о том, как жить, есть страстное, есть невежественное. Когда человек пользуется благостным знанием, то тогда сумки становятся легкими. Он на машине их везет. Когда человек невежественным знанием пользуется, он их не может нести, потому что это невыносимый груз. Смотрите, благостное знание означает цели. Знание всегда означает цель. Куда я иду, куда я иду в своей жизни. Благостные люди изучают цель. Они пытаются понять, куда идти. Вот вы все благостные люди, раз вы меня столько времени слушаете. Я неизвестно, потому что я не знаю, сколько я, три часа могу прослушать лектора или нет. Это надо же сидеть и слушать три часа. А вы слушаете уже сколько, и будете еще слушать. Это означает уже благостные люди. Итак, смотрите, интересно понять, что благостный человек, он может иметь тяжелую карму, но его карма постепенно становится легче со временем. Все лучше, лучше, лучше становится. Что значит благостный человек? Это значит, что он выработал такую концепцию счастья для себя. Я хочу научиться жить не для себя. У меня в сердце постоянно есть желание жить для себя. Оно мучает меня. Я хочу научиться жить в знании. Научиться жить не для себя, по законам, высшим законам, законам священных писаний, по законам Бога. Я хочу так научиться жить по законам высшей истины, высшего знания, по законам священных писаний. Какого священного писания, которое придет в мое сердце, станет для меня ближе? Благостные люди, не сектанты, они не говорят, только это священное Писание правильное, все остальные неправильные. Понимаете, это сектант так себя ведет. Люди, которые не понимают, у них их сознания не хватает, чтобы понять, что Бог не такой глупый, чтобы только одной культуре дать знания. Он может дать знания разным культурам. Веды говорят, даже не только на Земле существуют знания о Боге, также на других планетах есть жизнь. Веды говорят, и там есть знания о Боге также, есть Писание. И сколько Писаний? Столько, сколько типов отношений с Богом у людей. Вот, допустим, у меня такой тип отношений с Богом, такое Писание, когда это предназначено. Вкус отношений рождает Писание. Разные вкусы отношений рождают свои Писания, но одна и та же истина предстает перед людьми в разных видах. Возможно ли воспитать и сына достойного человека, если зачат он невежестве, и родители его тоже оттуда? Написал благостный человек. Потому что благостный человек всегда говорит правду. Итак, смотрите. Может ли человек воспитать благостным человека, который зачат неподходящим образом? Мы все зачинаем своих детей неподходящим образом. Сейчас объясню как. Есть несколько типов зачатия. Первый тип обычный. Пьяном угаре. Это самый типичный вид невежественного зачатия, в котором невежественная душа входит в лоно матери, и уже заранее как бы ребенок развивается с тяжелой кармой. Дальше. Второй вид зачатия. Это просто мы наслаждаемся жизнью. В результате наслаждения неожиданно. То есть дырка какая-то, видно, была в сперматозоиде, в этом презервативе, и чудесным неожиданным образом каким-то превзошла беременность. Так? Аборт по состоянию здоровья не разрешили врачи делать. Пришлось родить. Это называется неблагоприятное рождение. Ребенок, естественно, с тяжелой судьбой приходит в такую жизнь тоже. Я могу даже не то, что пояснить, я могу это прочувствовать, потому что я так был зачат. Я вот прям чувствую, что с тяжелой судьбой. Можно не пояснять. Кто спросил-то, понимаете? Потому что все познается в сравнении. Смотрите, я вам сейчас объясню, как ребенок с хорошей судьбой приходит в жизнь. Люди совершают аскезы, они соблюдают целебат какое-то время, допустим, месяц, не занимаются сексом, молятся для того, чтобы в жизнь пришел ребенок с хорошей судьбой. Дальше. Их семья освящена божественным созданием. То есть она создана в результате венчания. То есть они расписались по-человечески, сходили в ЗАГС, еще обвенчались, перед Богом клятву дали. Это значит, что в этой семье отношения уже с Богом строятся. Это значит, благостные люди туда будут приходить, понимаете? Все познается в сравнении, как благостные люди приходят в семью. Дальше совершаются аскезы, и люди молятся перед тем, как зачать ребенка. Они зачинают ребенка в благоприятное время, рассчитывают астрологически все это. Проводят какие-то церемонии в своей вере, направленные на то, чтобы зачать благостного ребенка. И в определенном сознании зачинают. Они сексом занимаются не просто для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы в их жизнь пришел благостный ребенок. Я ответил на ваш вопрос? Видите, в сравнении все познается. Если такие... Да? Нет, душа не бывает благостная. Душа одинаковая у всех, просто есть тонкое тело. Вот вы не путайте, смотрите, душа, она духовная по природе, она всегда благостная. Вот вы душа, и вы благостная душа. Но у вас есть карма и тонкое тело. Эта карма, она действует в этом мире уже. То есть вы совершили здесь поступки в прошлых жизнях. Эти поступки сделали вам судьбу. Вот эта судьба уже, она диктует душе, как ей надо жить. Понимаете? Вот эта вот карма, она всегда зависит от многих обстоятельств. Допустим, люди выполняют определенные правила жизни, и несмотря на то, что они рождены сами в невежестве, в их жизнь приходит благостный ребенок. Я сейчас отвечаю на этот вопрос. Как это происходит? Потому что если люди клянутся своей жизнью, своими поступками, что они хотят жить по правилам определенным в этой жизни, то тогда в соответствии с их клятвой и приходит в их жизнь человек, который тоже уже в прошлой жизни жил по этим правилам. Как эту клятву сделать? Надо обвенчаться раз, надо молиться перед зачатием два, надо соблюдать воздержание три там и так далее. А потом, когда происходит зачатие, не надо заниматься сексом с беременной женщиной, еще придется терпеть. Еще один момент, понимаете? Не осквернять лона. Но вы разобрались с тем, кто приходит в нашу жизнь или нет? В основном люди рождают детей в страсти. В основном мы рождаем в страсти или в невежестве. Ничего страшного. Как ребенок будет расти? Он будет упрямым, как баран. Он будет делать свои дела. Ничего страшного. Смотрите, как жить с ребенком в невежестве? Если зачатие невежестве, означает, что ребенок родился или сильно больным, или слабоумным. То есть невежество и зачатие дают такой результат. Или больной, или слабоумный, или у него проявляются какие-то ужасные черты характера. Он там кирпичом может кому-то по башке дать или так далее. Ну, что делать? Смотрите, невежественная карма очищается просто молитвой. Не надо этого ребенка трогать сильно. Он все равно, ничего с ним не сделаешь. Он абсолютно не подчинен никому. Невежественные люди не подчиняются ничему. Они неуправляемы. Но если вы создаете чистую атмосферу, в этой чистой атмосфере его невежество начинает плавиться, и он очищается, становится хорошим человеком постепенно. Может быть, вы заложите это семя, а он станет хорошим даже, пусть, допустим, в 50 лет. Но вы свое дело сделаете. Принцип такой. Не надо его насиловать. Если мы ребенка насилуем, пытаемся его сделать благостным, то он бунтует, психушку попадает в конце концов, или там на себе вены рвет, или еще что-то. Но он не может просто так жить. Ну, дайте ему возможность жить как может, и молитесь за него. Это воспитание невежественного ребенка. Воспитание ребенка в страсти. Дети в страсти обычно очень упрямые и идут той дорогой, которой они хотят идти. Дайте возможность человеку идти его дорогой и покажите ему пример благостной жизни. Ведите благостную жизнь, общайтесь с ним правильно. Его сердце поменяется, и он все поймет. То есть придет время, такой ребенок откроется как личность, и он разовьется правильно. То есть такого ребенка можно вывести на правильную прямую сразу же. А благостный ребенок, когда рождается, с ним нет проблем. Если люди достойны такого ребенка, то тогда они просто развиваются сами как личности, а ребенок рядом с ними. Вот смотрите, веды сравнивают благостную жизнь с жизнью лебедей. Вот лебеди, они ничего не разговаривают со своими детенышами, они просто плывут в одном направлении. Лебеди, муж, жена плывут в одном направлении, маленький лебеденок тоже. Они все плывут в одном направлении, все вместе счастливы. Вороны каркают, выясняют отношения с помощью карканья. Они требуют друг от друга, понимаете, правильной жизни, благостной. Каркают друг на друга. Вороны. А есть еще стервятники, понимаете, это еще хуже. Это означает, что будем жрать. Если падаль, то будем жрать. Это уже хуже, это еще тяжелее. То есть там нет никаких законов, там есть просто насилие и все. То есть с стервятниками не надо жить, с воронами надо подальше, а с лебедями надо жить. Жизнь свою надо с лебедями как бы организовывать. Спасибо. Спасибо.